Меня зовут Плосков Александр, я родом из Санкт-Петербурга, 28 лет. 16 месяцев назад уже я решил добраться до Владивостока и до Крыма, то есть посетить всю нашу страну. Сколько занял ваш путь до Владивостока? Ну, в Владивостоке 11 марта я купался, скажем так. На вашем пути вам кто-то помогает? Ну, мне никто не помогает, а в то же время вся страна. Здесь конкретно никого нет, но я могу 500, может 600 человек уже, которые оказали положительное влияние на мое путешествие. То есть даже здесь меня пригласила женщина, ну, и гостеприимно встретила казахстанская. Казачка, как говорится, казахстанское гостеприимство, показали. Бешбармак, чай напился, ну, и переночевать. Сколько максимально километров вы проходили за день? Ну, в Саратове это было 75. Как ваши близкие родственники относятся к вашей авантюре? Ну, все в начале, то есть 100% людей было негативно. Сейчас уже 100% позитивно. Ну, 99, по крайней мере, точно. А кто все-таки вот этот 1% кто против? Нет, это не именно родственники, просто знакомые. У меня же теперь плюс тысяча знакомых. Кто-то одобряет, кто-то нет. Почти все одобряют. Ну, я так понимаю, вы не обращаете вообще внимания на мнение, там одобряют или не одобряют. То есть вы как-то сами по себе держитесь. Поэтому, ну, согласна на такое путешествие. Ну, всегда приятно читать, когда я пишу, что ты молодец, желаю удачи и тому подобное. И, ну, я уже перестал обращать внимания на комментаторов, так называемых диванные войска, которые пишут, что ты бездельник, тунеядет. В Советском Союзе таких сажали. На такие фразочки я уже перестал обращать внимания. Как началось ваше путешествие? То есть в один прекрасный день вы проснулись и поняли, что вам надо идти? Или как это было? Я прослужил в армии 7 лет по контракту. И еще в армии на последнем году службы я решил, надо что-то менять. Потому что это деградация реальная. Я решил изменить свою жизнь. Ну, прослужил еще годик, дослужил. И потом готовился, думал, обдумывал, как это сделать. Надо было сделать какое-то безумство. Я решил отправиться, куда я выводил сток. Поэтому безумство мое вот это путешествие. Сколько на сегодняшний день уже пройдено всего километра? Ну, есть статистика за полтора месяца последних, потому что я иду пешком. Это 870 в сентябре и 600 в октябре. Ну, октябрь, понятное дело, что еще середина. Какой город, может, или населенный пункт наиболее вам понравился, привлек ваше внимание? Воркута. Я был в Воркуте просто. Я ночлег ищу при помощи контакта. И там меня 14 человек пригласило в гости. Ну, это рекорд. То есть город 50 тысяч, 14 человек пригласило. Я 4 дня ходил и пил чай ко всем. У одних ночевал. И 4 дня ходил, гулял по Воркуте, общался с людьми. То есть, исходя из ваших наблюдений, можно сказать, что в Воркуте живут самые добрые люди? Ну, можно сказать так, но я называю это по-другому. Наиболее позитивно относятся к путешественникам. Потому что я не знаю, добрые они или нет, но к путешественникам конкретно они относятся позитивно. Потому что там туристов-то нет. Готов в Волжске для путешественников, туристов. Какое впечатление у вас осталось? Меня просто уже почти ничего не удивляет. Единственное, что я могу сказать, это розетки у вас удобные на улице в парке. Ну, Волжский парк. Знаете, да? Там очень удобные розетки. В Волгограде вам удалось найти? У кого вы будете останавливаться? Пока что нет. Ну, нужно понимать, что чем больше город, тем меньше шансов. У городов-миллионников, у них какая-то магия особая. То есть ни Самара, ни Омск, ни Новосибирск, ни Пермь. Там ночлегов не нашел. Это магические миллионники, так называемые. В Саратове 800 тысяч, там все нормально. Потому что миллиона нет. А если город перевалил за миллион, то уже трудно найти ночлег. Как долго вы планируете пробыть в Волгограде? Ну, дня два максимум. А что бы вы пожелали жителям Волжского? Поменьше их пить и курить. Я вчера прогулялся вечером. Столько синих. Нет, давайте серьезно. Дубль два пожелания. Что бы вы пожелали волжанам? Выйти из зоны комфорта желательно. Потому что я на самом деле компьютерный задрот. 36 часов подряд. Мой рекорд в Доту-2. Поэтому и вся эта авантюра, это часть лечения, скажем так. Нет, нет, нет. Поэтому г "'кл